Трибуны Читов-арены заполняются. Нас с вами ждет борьба за Кубок Федерации. Плей-офф. Одна-вторая финала. В соперниках наши прошлогодние обидчики Красноярские Рыси. Именно год назад на этой же стадии Рыси вырвали победу Динамо Алтай и отправились в финал, где и забрали Кубок себе в Красноярск. Поэтому мотивация у Динамо Алтай запредельная. Нужно, во-первых, взять реванш и наконец-таки привезти Кубок Федерации сюда, в Барнаул. В субботу стартовала серия и весьма успешно Динамо Алтай выиграли первый матч в серии со счетом 4-2. Сегодня же попробуют повторить успех. Наши победят две шайбы также. Насколько будет сложность сегодня нашим борьям? Сложнее намного будет, чем вчера. 6-4 в нашу. 6-4 в нашу, конечно. Так, ваш вердикт? 4-2 в нашу. С каким счетом сегодня завершится поединок? 5-3. В нашу? В нашу? Не, я думаю все-таки 3-2. Насколько будет сложно сегодня нашим хоккеистам? Довольно-таки сложно, не легче, чем вчера. Ну, как бы игры такие серьезные. Сейчас прям победа. Ваша версия? Ну, Красноярж будет отыгрываться по-любому. Будет вязкая игра, будет много столкновений, наверное, драк и прочее. Я так думаю. Но наши справятся и победят. Наши справятся и победят. Но перед этим холодный душ и полная пустошенность на льду. Уже через 4 минуты на скамейку запасных поехал вратарь Никита Ложкин. Две пропущенные шайбы за 21 секунду и 0-2 в матче. Это не входило в планы барнаульцев. Место в воротах занял Кирилл Волохин. И за следующие 11 минут пропустил 4 шайбы. Как итог, мы горим. 0-6. В глазах болельщиков пустота и непонимание. А у тренерского штаба гостей страх. Как бы их игроки не бросили играть. Ну, очень хорошее начало. Первый период. Это просто фантастически. Вести таким счетом. Повели. После первого периода команде сказали, что на табло не смотрели. Счет 0-0. Продолжали играть. А у тренерского штаба «Динамо Алтай» смотрите сами. Рысьи, довольные результатом, продолжили играть на одном коньке. А слабив хватку, позволили барнаульцам забросить две шайбы до конца первого периода. У многих болельщиков начала появляться надежда. Но ни разу в истории алтайского хоккея не было такого, что команда отыгрывалась со счета 0-6. Как говорится, история создана, чтобы ее творить. Гафар Сатаров делает счет 3-6. И даже несмотря на это в победу верили немногие. Я им говорил, еще в перерыве сказал, что вроде как бы с 0-2 вылазили в чемпионат, в первенстве. С 0-3. Я говорю, ну давайте перетерезим, попробуем с 0-6. Хотя там уже не 0-6 было, но тем не менее. Играть надо. От начала до конца. Феерия на трибунах и льду продолжилась. Пятую шайбу наши забивали в большинстве 6 на 4. При пустых воротах за 5 минут до конца матча. Риск оправдался. Через минуту счет на табло был 6-6. Болельщиков ждал овертайм, где фортуна фантастически улыбнулась Алтаю. У вышедшего на рандеву с Волохиным нападающего красноярцев сломалась клюшка. А секунд через 10 не самый опасный бросок Ивана Сапунова зажег красный свет за воротами гостей. 7-6. Историческая победа «Динамо Алтай». По словам главного тренера хозяев, теперь нужно мобилизоваться и взять курс на Красноярск. Две следующие игры состоятся 23 и 24 марта. Серия идет до четырех побед. И пока у барнаульцев их две. Рыси с нулевым результатом. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.